Сотрудники полиции совместно со следователями раскрыли жестокое убийство. Двое мечей забили бывшего воспитанника детского дома молотком, а труп залили цементом в гараже. Квартиру потерпевшего злоумышленники продали, а деньги поделили. Они до последнего надеялись, что их не найдут. В Омскую полицию обратилась пенсионерка из Крутинки. Женщина рассказала, что ее 32-летний внук перестал выходить на связь. Бывший воспитанник детского дома проживал один в малосемейке на улице 4-я Кордная. Эта квартира и стала мотивом для его убийства. Двое ранее судимых друзей 51 и 55 лет тщательно спланировали преступление. У одного из соседей они якобы хотели купить гараж и взяли ключи для благоустройства бокса. Мы съездили с ним, посмотрели. Я говорю, тебя устраивает? Будешь брать, он буду. Ну все. А там, видите, у меня погреб, и смотровая яма там с водой была. Ее засыпать надо было. Подозреваемые вместе со своей жертвой и с двумя бутылками водки пришли в гараж. Когда алкоголь расслабил хозяина квартиры, над ним устроили расправу. Я его ударил вот так. На затылок, и бросил в яму. Били молотком по затылку, сразу же заказали машину с цементом и залили смотровую яму раствором. Квартиру продали через подставное лицо в агентстве недвижимости и надеялись, что все концы обрублены. Но когда полицейские по заявлению бабушки пришли в дом погибшего, новый владелец жилья рассказал, через какую контору он покупал квартиру. Установить подозреваемых смогли менее чем за сутки. В ходе осмотра автомобиля одного из подозреваемых лиц в багажнике, в кучу мусора, так можно сказать, что там багажник представлялся, багажник был набит всякими бумагами, бутылками, одеялами, одеждой различной, был обнаружен полиэтиленовый пакет. В ходе изучения содержимого которого, следователем, была обнаружена товарная накладная на доставку бетона. Соответственно, в дальнейшем, в ходе общения с заполосовым лицом, он так и не смог пояснить, для чего и куда ему нужен был бетон. Однокомнатная квартира была реализована через ареналтовскую организацию. Деньги, которые преступники выручили с реализацией данной квартиры, они разделили между собой и в последующем потратили. В настоящее время с задержанными проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кстати, покупателя квартиры почему-то не смутило то, что жилье продавали по цене ниже рыночной – 750 тысяч рублей. Подозреваемые в убийстве и мошенничестве заключены под стражу. С учетом тяжести преступления им грозят длительные сроки, так что у рецидивистов будет время сделать новые татуировки.